Девушки отдыхают Вот он я, самый настоящий Дедушка Мороз. Так скажи. Саша, ну что это за клоунад? У нас съемки, все серьезно. Я вообще-то главному новогоднему параду в Чебоксаре готовлюсь. Все нашествию. Ой, а можно мне тоже? А ты маму с папой слушай. Саша! Все вопросы по всеншествию к нашей сегодняшней гости. Ну тогда полетели. Сегодня о выпуске. Выясняем, кто в семье начальник. Знакомимся с главным Дедом Морозом страны. И заряжаемся новогодним настроением. Всем привет! Вы смотрите шок-шоу, передачу, которую мы, юные журналисты, делаем сами. Ну почти. Сегодня у нас в студии начальник управления культуры и развития туризма администрации города Чебоксары Людмила Владимировна Маркова. Здравствуйте! Давно мы вас ждали. Располагайтесь. Добрый день, спасибо. Наша программа называется «Шок-шоу», так как мы пытаемся шокировать своих гостей. Но начинаем мы для разминочки всегда с легких вопросов. Вас часто показывают в новостях. А на улицах города вас узнают? Нет. Нет? Вообще ни разу. Но были иногда, конечно, случаи такие забавные, я бы сказала, когда кто-то узнавал, но чаще всего нет. Когда мы готовились к вашей встрече, мы распечатали вашу фотографию и спрашивали у прохожих, человека какой профессии они здесь видят. Давайте посмотрим. Ребят, привет! Здравствуйте! Вы знаете, кто это? Нет. А как вы думаете, кем она хотя бы работает? Я считаю, что она, наверное, какой-нибудь депутат. Ну честно, похожа на депутата. Я думаю, что она работает в национальной библиотеке. Кто это? Девушка. А кем она работает? Может быть, фотографом, дизайнером? Да, дизайнером, может быть. Дизайнером? Да. Лицо знакомое, если. Так вы думаете, кем она работает? Ну, наверное, кто-то из офисных работников. Вы знаете, человек, наверное, скорее всего творческий, но больше на писателя похож с моей точки зрения. Какой-то, наверное, культуры связана. Да, работник культуры. Мне кажется, сейчас намежьте этой. Аллой Сагаловой, что ли, она? Нет. По культуре, нет? Да, по культуре. Ну? Может быть, она что-то из социальной сферы, потому что она такая... Ну, лицо у нее такое, на социальную сферу похоже. Артистка, наверное, какая-нибудь. Ну, вероятно, какой-то общественный деятель или деятель культуры что-то в этом роде. Ну, по виду представительная такая. По-моему, это Людмила Маркова. Да, начальник управления культуры, да. Начальник управления культуры. Да, даже как ее зовут? Нет. А Людмила Маркова? Ну, видите? Ну, да, действительно. Здравствуйте. Людмила Владимировна, мы так понимаем, что ваша работа заключается в том, чтобы в Чебоксары приезжало много туристов, чтобы у нас все праздники были классными, чтобы для девчонок и мальчишек в городе работали самые разные секции студии. Все правильно? Ну, отчасти да. Конечно, несомненно, большинство моей работ связано с организацией культурного процесса, но, как многие считают, что отрасль культуры – это только праздники. На самом деле нет. Отрасль культуры включает в себя очень много направлений. И это и дополнительное образование детей, это наша музыкальная школа, художественная школа, это, конечно же, библиотека. Это у нас в городе располагается 18 библиотек муниципальных. Парки, культура и отдых – это тоже наша часть работы. И, соответственно, следующая категория – это профессиональные коллективы, муниципальная певческая капелла «Классика», которая уже более 20 лет работает, и муниципальный оркестр. Кроме этого, конечно же, все наши любимые дворцы культуры и клубы. Это огромная, большая, дружная, творческая семья, в которой работает порядка полутора тысячи человек. Все они, безусловно, талантливые, прекрасные художники, музыканты, вокалисты, солисты, ну и просто люди, которые переживают и любят русскую культуру, учат, помогают, направляют, потому что, наверное, все-таки культура основа основ. А насколько хорошо вы знаете наш любимый город? Надеюсь, что я его хорошо знаю. Давайте проведем мини-тест, состоящий из одного вопроса. Какой памятник появился в нашем городе совсем недавно? Ну, самый, наверное, такой, скажем, молодой памятник, наверное, это все-таки Крылова. Крылова? На территории речного порта, да. Наш тест состоял из одного вопроса, на него вы ответили правильно, поэтому вы выполнили тест на 10 из 10. Спасибо большое. А чего в нашем городе еще не хватает? Современному мегаполису много всего нужно, да, и это тоже для нас не секрет. Конечно, безусловно, нужны дороги, нужны дома и квартиры, где мы должны жить. Но и, если говорить о социальной сфере, без чего, собственно, город не может быть, у нас активно строятся детские сады, школы. Мы в этом году вот открыли с вами вместе прекрасную детскую академию искусств. Но я думаю, конечно, что нам, наверное, может быть, в ближайшее будущее, хотелось бы получить на территорию города современный, прекрасный концертный зал, который даст возможность нам всем проводить там современные шоу. Мы еще с Сашей сидели до программы, думали, чего же еще не хватает, и нам почему-то в голову пришел аквапарк. У нас же до сих пор нет аквапарка. Может быть... Но у нас есть Волга. Мы живем на Волге, и надо сказать, что в последние несколько лет территорию города и, в том числе, береговая линия преобразились. И это и со стороны Заволжья мы видим, да, что у нас там превосходные пляжи, и теперь уже центральный пляж. Ну и на следующий год мы получим продолжение нашей московской набережной, и уже к новому купальному сезону будут открыты дополнительные пляжи, которые в этом году находились в стадии реконструкции. Возможно, аквапарк нужен, но что может быть лучше? Волги, песка и тех самых развлечений, которые мы получаем летом. Правильно. А какими, как вы думаете, мероприятиями, праздниками, фестивалями может гордиться наш город? Ну, я напомню, что 2019 год он для нас будет знаковым, он для нас будет юбилейным, потому что это год 550-летия города Чебоксары, и, конечно, мы запланировали огромное количество разнообразных мероприятий, которые рассчитаны на все, безусловно, категории населения. Есть программы, которые уже традиционные фестивали, без которых невозможно представить наш город, и вообще День города, и, конечно, это первым делом сразу встает вопрос зарядка со звездой. Вы, наверное, тоже принимали в этом участие. И это действительно стала такая хорошая-хорошая традиция, когда все горожане выходят на нашу Красную площадь и там, соответственно, все вместе делаем зарядку. Ну и учитывая, что у нас приближается все-таки год юбилейный, и мы бы хотели, чтобы этот год был особенным, интересным, и чтобы он запомнился еще на ближайшие 50 лет, поэтому мы уже сейчас прорабатываем вопрос организации мультимедийного шоу, то есть это лазерное шоу, 3D-мэппинг, и это все будет проходить на территории нашего залива, на территории Красной площади, и объединит и воду, и небо, и экраны. Ну и, конечно же, учитывая, что мы все-таки город на Волге, мы этим безумно гордимся, у нас запланировано водномоторное шоу, которое будет проходить тоже на акватории Чебоксарского залива. Если вдруг у кого-то инициативной группы или у жителей появляется свое предложение того, чего же все-таки нам не хватает для того, чтобы юбилей столицы был особенным, знаковым, запомнился для каждого, мы с удовольствием принимаем все заявки, готовы рассмотреть, готовы оказать содействие и в организации, ну и, возможно, будет какой-то стимул в виде гранта на реализацию какого-то нового интересного проекта. Поэтому готовьте предложения, пишите, мы с удовольствием их рассмотрим, ну и, думаю, поможем самые яркие реализовать. Как мы поняли, День города будет просто потрясающим событием. Ну, я, наверное, скажу, что не только День города, а весь 2019 год он будет очень ярким. А это правда, что вы ездите по разным городам на праздники, чтобы собрать лучшие идеи для Чебоксар? Правда. И какие города вы уже в таких поисках посетили? Безусловно, это Москва, Санкт-Петербург, это Казань, Ульяновск, Нижний Новгород. Мы, безусловно, ездим, и это, конечно, не только я, выезжаем за пределы нашего города, смотрим, какие проекты, в каком формате они проводят. Но здесь, наверное, это больше для опыта, для того, чтобы понимать, какие ошибки не нужно совершать, сделая мероприятие уже у себя. На носу Новый год. Что ждет чебоксарцев в новогоднюю ночь и январьские праздники? Ну, здесь-то мы календарь новогодних событий тоже постарались проработать и подготовить вон максимально интересно, задействовать все категории населения и, конечно, все площадки, какие у нас в городе есть. Во-первых, нас ждет грандиозное всенасшествие новогоднее, и я с удовольствием приглашаю вас на этот проект. Мы уже готовимся. Прекрасно. Соответственно, что мы получаем 30 декабря, мы с вами собираемся к национальной библиотеке. И оттуда в 12 часов праздничным шествием, новогодней демонстрацией мы спускаемся на Красную площадь, где нас уже ждет главный чебоксарский Дед Мороз и, конечно, огромное количество призов, подарков. Сколько Дедов Морозов вы планируете увидеть на всенасшествии? Ну, я, конечно, максималист, и я хочу как можно больше граждан увидеть. Сколько было в прошлом году? Вы помните? В прошлом году мы не делали всенасшествия, мы брали паузу. Если дальше обратиться к истории, то, наверное, порядка от 5000 и выше у нас собирается огромное количество горожан. В общем, в очереди. Конечно, и шьются костюмы, и примеряются образы, и я думаю, что в этом году всенасшествие также победит предыдущие свои рекорды и соберет самое большое количество жителей, которые решат отметить Новый год уже вместе. Обязательно, мы тоже на это надеемся. Как известно, в наш город недавно приезжал самый настоящий Дед Мороз из Великого Устюга. Нашим журналистам удалось с ним пообщаться. Внимание на экран. Дед Мороз! Его ждали сотни чебоксарцев, и он приехал. Появился по-волшебному с огнями. Каждый год в декабре главный Дед Мороз путешествует по городам России, дарит новогоднее настроение и терпеливо отвечает на вопросы журналистов всех возрастов. Какое самое длинное стихотворение вам детишки-то рассказывали? Длинное? Не знаю, не считал. А самое короткое было. Ох, ничего себе. А необычные какие-нибудь были стихотворения, которые вы запомнили? Так это же оно и есть. Муха села на варенье, вот и все стихотворение. Необычно. И вы за это даже конфетку дали? Конечно. А чего ж? Ребенок ведь старался. Ты облетаешь всю Россию. Расскажи, сколько часовых поясов в нашей стране? Так я ж, моя милая, часовые пояса-то не считаю. Я ж Новый год везде успеваю. Я ведь временем умею управлять. А есть ли у вас черный список, где находятся детишки непослушные? О, думаете, книга у меня есть? Думаете, я плохим ребятишкам то непослушным подарки не дарю? Дарю непременно всем. Ну, правда, тоже могу повредничать маленько. Мальчишкам куклу подарить, а девчонкам машинку. Но это еще не все. Не все. Не все. Дедушка Мороз, как думаете, что будут писать дети вам в будущем, что писали раньше и что пишут сейчас? Так все то же самое, моя милая. Кто поменьше, игрушки просит, кто постарше, здоровья да счастья для родных и близких. Это было во все времена. Думаю, так и останется. С кем и где лучше всего отметить Новый год? Ну, Новый год праздник не только волшебный, но и самый семейный. Так я думаю, лучше всего в кругу друзей, родных отмечать Новый год. Вот тогда и праздник будет самый настоящий. И год получится счастливый до добрый. Продолжаем новогоднюю тему. Людмила Владимировна, какой самый незабываемый подарок вам подарил Дедушка Мороз? Вы знаете, наверное, самый лучший подарок это когда на Красную площадь 31 декабря приходит наша прекрасная житель города для того, чтобы не за столом себе в квартире отметить этот праздник, а встретить его в сердце города, радоваться безумно программе, артистам, встречать Новый год и загадывать желания именно на Красной площади. И когда вот есть такая отдача со стороны зрителей, жителей, то, наверное, для меня это действительно самый лучший подарок, потому что есть четкое понимание того, что не зря работаем. А вы помните, какие стихи вы Деду Морозу рассказывали? Ну, наверное, все те же самые стихи, что и сейчас рассказывают дети Деду Морозу. Про мячик, про елочку? Ну, думаю, да. Я сейчас затрудняюсь даже так, врасплох меня раз застали. Вспомнить какой-то стих я, наверное, даже и не вспомню. А какая была самая любимая елочная игрушка? Это, конечно же, стеклянный расписной елочный шарик. А какая у вас была любимая новогодняя игра? Уличные варианты. Лепим снеговиков, гуляем на лыжах, по лесу, и, соответственно, да, то есть в любом случае это все-таки для меня зимняя забава на улице. У нас в центре тоже есть любимая игра. Называется Цезарь. Предлагаем вам тоже в нее сыграть. Не дают мне спокойно жить. Со всех сторон только и слышишь Цезарь, в ресторане Цезарь. Теперь и тут Гай и Юлий. Приятно познакомиться. Чем могу помочь? Это честь принимать такого достойного полководца и политического деятеля. Все знают, что вы можете делать несколько дел одновременно. Да, могу читать и диктовать другой текст одновременно. Вот и мы с помощью нашей любимой игры пытаемся быть похожими на вас. Людмила Владимировна, суть такая. Вы должны будете повторять за Сашей движение и одновременно отвечать на мои вопросы. Задача всем понятна? Ну, давайте попробуем. А вам нужно будет оценить мастерство Людмила Владимировна. Хорошо? Назовите три ассоциации к слову Чебоксары. Волга, город, жители. Вконтакте или Фейсбук? Наверное, все сети для меня приемлемы. Вставайте. Много фотографий храните в телефоне? Ну, как все, наверное, все основные, которые нравятся, те и остаются в телефоне. Вы когда-нибудь себя гуглили? Нет. Но с сегодняшнего дня я это сделаю. Хорошо, обязательно, когда придете домой. Кумир детства. Кумир детства? Я даже затрудняюсь ответить, потому что их много, но в любом случае, наверное, это... Нет, я не знаю даже, что ответить. Вы меня совсем запутали. Для чего может пригодиться шишка? Ну, для оформления елки. Прекрасно. Самый экстремальный поступок в вашей жизни? Я переехала в город Чебоксары. А вы жили в другом городе в каком? Да, я жила в селе. О, вкус детства? Лимонад, грушевый. Коллекционируете что-нибудь? Нет. Суперспособность, которой вы бы хотели обладать? Ну, вот повторять за вами движение и отвечать на вопросы. Ну, вы все равно неплохо справились. Эти аплодисменты для вас. Спасибо вам. Браво. Ну, и представление вы для меня устроили прям как в колесеи. Вы, театры любите? Конечно, это, наверное, театры любят все. А посоветуйте что-нибудь посмотреть у вас, в Чебоксары. Добро пожаловать. Во-первых, я порекомендую два театра. Это, безусловно, театр оперы и балета и кукольный театр. Вот здесь каждый найдет для себя все, что захочет получить максимум эмоций. Кукольный театр вас обязательно унесет в сказку. театр оперы и балета откроет самое настоящее классическое искусство. Ну, ладно, не буду себя задерживать. Как жаль, что мы не встретились до нашей эры. Желаю вам не встретить Бруто на своем пути. Это было рубрика импровизации и наш нестравненный актер Данил Сергеев. Аплодисменты! Нет новогоднего настроения? Не беда. Просто заведи кота. Просто кот это шум, веселье и праздничный переполох. Перед использованием елку лучше спрятать подальше. Итак, Людмила Владимировна, вы начальник. Это сложно быть главной? Сложно. На сколько? На сколько из ста? Ну, наверное, на сто. Потому что в любом случае это огромная ответственность. Это ответственность не только за свои поступки, а за и людей, и за тех, кто работает в отрасли, и за тех, кто получает наши услуги, приходит к нам, остается с нами. и здесь подвести невозможное. А как вы думаете, вот многие люди считают, что женщины не могут работать руководителями, президентами, таксистами. Как нам с вами этих людей переубедить? Ну, в любом случае это, наверное, время. И время уже показало, что леди успешно справляются не только на каких-то женских профессиях, которые были в основном доступны в определенное время. Сейчас мир безграничен и дает огромное количество возможностей себя реализовать. Поэтому я думаю, что пришло время, и женщины могут себя наиболее раскрыть и занимать любую должность, любой пост. А как вы думаете, кто главный в семье? Муж, жена или, может быть, вообще ребенок? Ну, наверное, третий вариант. Ребенок? А почему? Думаю, что да. Но когда появляются дети в семье, то, соответственно, мир начинает уже крутиться в другую сторону. Да, и, конечно же, ответственность за ребенка, ответственность за его будущее, оно накладывает определенные моменты, и здесь уже ты не о себе думаешь, не о супруге думаешь, а, конечно, думаешь о ребенке. Поэтому, наверное, для меня все-таки третий вариант, когда дети главные. Наши самые маленькие журналисты тоже поразмышляли о том, кто главнее в семье. Еще немного о работе начальника. Давайте посмотрим. Кто важнее в семье, мама или папа? Я. А почему ты? А потому что я самая младшая, я самая умная. Мужчины, папа. А почему папа? Потому что мужчина самый главный. Мама тоже может быть главной. Потому что она готовить умеет и всем прически делает. Как ты думаешь, начальник должен кричать на своих сотрудников? Да. То есть люди без криков вообще ничего не понимают? Угу. У нас так в школе происходит. А почему надо кричать обязательно на всех? Потому что они не поймут. Ну, если они плохие, то, конечно, можно. А если хорошие? То тоже можно. То есть в любом случае, в любом, надо на всех кричать. Да, вот если бы я была начальником, все бы ходили в белом. Ого! Почему в белом? Потому что меня это бесит, и я бы на них кричала. Как ты думаешь, кто глупее, брюнетки или блондинки? Если что, мы с тобой брюнетки. Брюнетки! Ну, ты же как мужчина должен за этим наблюдать, анализировать. Похоже, что блондинки. Я брюнетка? А я брюнетка? Я брюнетка, а ты брюнетка. Значит? Значит, значит, глупее блондинки. Что такое женская логика? Не знаю. Женская логика это какие-то, ну, я думаю, это какие-то занятия для девочек. Не понимаю. Но она у нас с тобой есть, как думаешь? Глупее быть некуда! Вы смотрели шок-шоу про городского детского медиа-центра Куча Мала. Пишите нам, лайкайте нас с хэштег Куча Мала Круто Всегда! А для вас, Людмила Владимировна, у нас есть подарок. Книга, созданная учениками городского детского медиа-центра Куча Мала. Называется на Скороговорушки. Мы придумали и собрали вместе много веселых скороговорок. Надеюсь, они вам понадобятся. Ведь и взрослые, и тем более начальники всегда должны работать над дикцией и ораторским услугом. Согласна, я вот часто прибегаю к различным приемам. Людмила Владимировна, а вы когда-нибудь с Негурочкой работали? С Негурочкой, но есть только в далекие студенческие годы. Ну, у вас есть наша машина времени. Поздравьте чебоксарцев с Новым Годом. Мне сегодня выпала исключительная возможность поздравить всех чебоксарцев с наступающим Новым Годом. И, конечно же, хочется пожелать вам тепла, уюта, как можно больше солнечных и ярких дней в вашей жизни для того, чтобы было как можно больше воспоминаний о том, как вы проводили свое время. Ну, и, конечно же, хочется, чтобы следующий Новый Год, следующий год был ярче, был интереснее и был для вас особенным. С Новым Годом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова